Всем привет, чуваки! Меня зовут Майк, вы смотрите ежедневные влоги Кэм Ульз Мэн. Сегодня суббота, я еду на работу в 11.05. Я, честно говоря, вроде как, ну, тут у нас суббота такой день. Ненормированный, как по приходу, так и по отходу. Но все равно уже в 11 как бы я обычно там. А все из-за того, что снова не завелась машина. Хотя, было минус 10 вчера, когда она не завелась. Ладно еще, ну, можно было как-то там понять. Хотя странно, она и в минус 20 у нас заводилась. А сейчас минус 3. Какого фига? А я скажу какого. Скорее всего, сдох аккумулятор. Либо сдох аккумулятор, либо у нас где-то здесь утечка энергии, так сказать, электричества. Сегодня будет необычный день. Он необычно закончится. Для вас ожидается большой сюрприз. Прям большой сюрприз. Вот. Но пока я оставлю это в тайне. Так вот. Я заметил вчера. Совсем внезапно у меня пришла в голову мысль, что при монтаже я что-то не об... Я наспех монтировал. Вчера приехал уже домой быстро. Смонтировал и уехал. Вот. Влог, короче, я не до конца все скинул. Потому что на фотоаппарате остались некоторые файлы. Где мы покупали шоколадку, там где ночью прогулялись и я назвал влог «Ночная шоколадка». А там всего-то ни о чем. В машине поговорили о шоколадке и все. И как бы... Ну я уже не стал перезаливать. Ну что, блин, уже все посмотрели. Неинтересно будет из-за одного видоса пересматривать весь влог. Вот. Поэтому ладно. Бывают косяки, что поделаешь. Все, друзья, я на подходе. Ветер дует в микрофон, поэтому долго снимать не буду. У нас, как я говорю, минус 3. И так, что холодно. Так что... Вообще нормально. Вы что там? Ездите аккуратнее, гололёль же. Все, друзья, я на рабочем месте. И запускаю премьер. Пора монтировать. Друзья, я иду домой пешком. Сейчас на работе мне две подписчицы прислали скриншоты. Точнее, фотки с телефона, как они снимали телевизор, где я на телеканале Ю. В программе, в теме. Был показан влог, как наряжать ёлку. Камусмен. Да, чуваки? Мы теперь на телеке. Ладно, друзья, пора раскрывать секреты. Сегодня мы с Алиской идём на группу Second Season. Короче, второй сезон. Макс плюс 100500. И после выступления мы берём у всей группы интервью. Вы будете все свидетелями этого дела. Я надеюсь, всё пройдёт гладко. И вообще пройдёт всё. Может быть, ребята будут совсем уставшие. Ну, посмотрим. Я думаю, всё будет круто. И сейчас, в принципе, я уже отправляюсь. Еду к Алиске, потому что уже вот сколько времени. И, собственно говоря, пора уже ехать. В 7 часов начала всё будет проходить в бывшем Excel. Сейчас, по-моему, называется PION, Красногвардейская 7. Всё, друзья, погнали. Погнали! Папа заменил аккумулятор, пока я был на работе. И теперь можно двигаться на машине. Что же свет на небесе? Всё, друзья, поднимаюсь к Алиске. Поднимаюсь. Чуваки, мы подъезжаем к клубу, который... Я так понял, я так понял, что он теперь... Почему я сюда поехал? Надо там ехать. Там какая-то... Почему? На лево. Тут какая-то... На лотан просто объехать, я имею в виду. Сейчас он вроде как называется PION. Да? Или PION. PION? Опиум? Нет, PION. Типа как цветок. ПРАУ. Ну, по-моему, да. Короче, это бывший Excel. Да он всегда будет Excel. Мы всю жизнь все знали, как Excel. Потом он был Папа Клабом. Потом London Art. А, нет, London Art. Это был ниже там. Короче, ладно, неважно. Сейчас мне написал чувак, который организует интервью. Который, собственно, и позвал меня взять у ребят интервью. Сказал, что парни опаздывают. И только-только вот недавно подъехали. Поэтому, говорит, не сильно, не торопись. Но мы как бы торопись, не торопись, мы уже приехали. Ничего не поделаешь. А что написано, Excel так и осталось? Ну, это так и осталось еще. Ну, да, Красногвардейская 7. Все верно. Все верно, и он реально Excel так и остался. Ну, что поделаешь. Excel так Excel. Нам же лучше. Но вход только не здесь, я так понимаю. А может и здесь. Итак, друзья, две дилеммы. Первая. Идти сразу или подождать? Это первая. Вторая, это снимать ли там на Mark II, который у меня с собой, видео. Либо поколбаситься и просто оторваться под попанчик кайфовенький. Ты вовремя вообще нашла время, руки кремом мазать. Хотя у меня тоже от этих холодов вообще кожа вся сохнет. Короче, чуваки, блин, что делать? Не знаю. Идем сейчас. Берем фотик, не берем. Если просто поколбаситься, то мы его не берем. Ибо там, куда вы положи? Если снимать, то берем. Я его не положу. Ну? Да, я его не. А вообще можно ли? Раньше помощь не разрешали. Пофиг, наверное, он может быть. Фиг с ним. Просто поколбасимся. Что там снимать? Не, ну было бы клевко, если там дофига народу, можно было походить. Но опять же толпичок у сцены как-то соберется, я фиг туда подойду. У меня икота. Мы вареников поели. Короче, все, погнали, погнали. Причем тут? Причем тут вареники икота? Да. Ребята, объясните, при чем тут вареники икота? Вареники, это источник икоты. Прочитаем в советском энциклопедическом словаре. И все-таки пиом. Короче, чуваки, мы уже на концертике. Сейчас высыпала одна глуха на разогреве. Сейчас будет вторая ломать. Но там ребята меняются, я не буду снимать. Его YouTube потом все забанит. Вот. У меня все фоткаются, как клево. Все круто, все клево. Попозже еще включим на прямое включение. Сейчас настанет Астан Дуркас. Мы ждем. Ребята, это было круто. Мы, конечно, дико устали. Все устали. И парни из группы устали тоже. Потому что, блин, все так плохо организовано. Сначала... Никак. Да. Ну, чисто омские организаторы подкачали. Омские организаторы. Вашу мать. Фиксель, куда ты смотрела? Ты должна была все это устраивать. Ну, ладно. Короче, взяли интервью. Я потом у парней, которые снимали интервью, прошу видос. Это, естественно, вы все его увидите. Вот. Такие дела. И поздоровался со всеми зарплами. Да нет, клево, конечно. Очень-очень приятно. Парни очень такие не пафосные. Ничего такого в них нет. Живые, настоящие. И это очень прям порадовало. Ребят, блин, респект вам. Ну, вы, конечно, на этом смотрите. Мы пошли, короче, в Калидей покупать что-нибудь вкусное. Что-нибудь вкусное. Хотим что-нибудь вкусное. Мы надышались от этого дыма всякого сраного. Голова болит. Жвачку Алиска только сейчас выплюнула. Мы 4 часа, а то и больше нам жевали. Не одну жевашку. Сюда идем. Полденадцатого. Полденадцатого в магазине. Мы будем покупать. Я кушать хочу. Мы будем покупать ананас. А я, кстати, похудела на 3 килограмма. За несколько дней. Серьезно? Да. Обалдеть, это диплом. Это гребеный диплом. А до этого я поправилась на 4. Жуть. Мы купили печенек по акции. Две пачки по цене одной и два милки-вэя. Я не ел милки-вэя, не знаю, сколько лет. Я вообще не помню, когда я последний раз его ел. Я, наверное, его ел, когда его еще не было. Лет 7, наверное, назад. А, больше. Я его не ел лет 10. Нет, я, наверное, на лет 10. У меня у бабушки подруга в Германии живет. Вот, и она, короче, приезжала. И нам все сладости эти немецкие привозила. Там столько сладостей. У нас в Трансе такого... Нилки-вяхтинг был по-немец. Нет, ну вот эти милки-вэя были, короче, много упаковок. Либо маленькие, ну, большой, короче. Вот. Наверное, вот тогда я ел. А я дофигища давно. Короче, едем домой. Без 20-12. Здравствуйте. Эту. Что еще? За наступление заехал. Да. Ну, тут нет камер, слава богу. Повезло мне. А за наступлению заезжать нельзя. Мне хорошо это. Чувак в соседней тачке сидит и смотрит на нас. Почему у нас горит свет. А ведь, кстати, во всех американских фильмах, когда снимают в машине ночью, да, всегда всех хорошо видно. А ведь это глупо. Не должно быть ночью хорошо видно людей. Может быть у них город освещается? Нет, ночью где-нибудь там по шоссе там или что-нибудь такое, и все видно. Они же не влоги снимают. Как у них можно, могло быть видно вообще, а? А мы что-нибудь будем смотреть сейчас? Есть что-нибудь? Наверное, мы будем спать. Я чуть не подавился. Господи, у меня же задняя была включена. Чуваку сейчас не мускнул задом. Было бы забавно, конечно, сейчас. Под конец дня такое себе подставу строить. Ребят, мы скипятили водичечки. Сейчас будем пить чай с печеньками. Все еще отходим от концерта. Вот эта кракозябра там бегает. Сегодня, кстати, ну ладно, про помещение не будем. Завтра стройка, завтра покажу, что там да как. Вот. Что я хотел сказать? По поводу... Что-то я хотел сказать по какому-то поводу и забыл. Блин, забыл. А, ребят, ну во влоге, естественно, я прошу прощения у тех, кто ожидал увидеть концерт. Ну, выступление. Ну, я сразу говорю, что в правилах Ютьюба, ну нельзя, особенно мне сейчас, когда я являюсь партнером, и нельзя выкладывать концертные записи. Ни звук, ни картинку, ничего такого нельзя делать. Вот. За это просто наказывают и просят либо доказать, что это авторство твое, либо удаляй нахрен видос. Вот. Даже не то, что там монетизацию можно отключить и все решено. Нет. Там как бы пожестче. Вот. Поэтому, ну, есть кусачек в Инстаграме. Кусачек видоса у Алиски, фотка. А ты тоже видишь? Я сейчас видео выложу. И видео снимала? Да, сейчас снимаю. Ой, видео круто. Так что смотрите Инстаграм Алиски. Мой Твиттер читайте. В Твиттере потихонечку там тоже писали. Вот. Че еще? Че еще? Че еще? Попросил уже, написал ребятам, которые снимали интервью. Вообще интервью меня попросили провести, как бы это не моя инициатива, мы вообще не собирались идти, поэтому мы честным уже, если будем, мы на халяву попали на концерт. Вот. Послушали, устали, если честно, послушали просто две омские команды. Одна была так, вторая была получше, но там вокалист, конечно, что-то меня не всегда возил, что все щелчки мне там кажутся постоянно. У меня сейчас ноги просто на этот там скрылся. Так вот, потом Даст Придуркас. Ну, Даст Придуркас, конечно, они клевые ребята, они прикольные, зажигательные. Я их лет пять не делал. Да. Я еще в школе учился. Вообще, они очень давно занимаются. Короче, это наши омские чудаки, Джекас. И они достаточно популярные, они ездят по городам со своим шоу. И на первом концерте их не было. Я сейчас скажу, что было. Было несколько фишек. Все выводил Клим, короче. Я забыл, забыл, какого. Ладно, не важно. Короче, фишечка была первая, это он съел кактус. Он съел кактус. А что там сверлили? Ухо? А, да, нет, да. Денис Дергачев, да? Да. Второй чувак. Короче, ему просверлили ухо дрелью. Вот. Он после этого расстроился. По-моему, он был такой уже понише. Это халаверин. У меня какая-то мая. Вот, потом Клим выпил пиво с носком. Он попросил носок у одного из зрителей. Кинул туда. Вместо чая. Да, да, заварил, короче, этот носок в пиве и выпил пиво. Вот, потом кнопки воткнул себе в лоб канцелярский, но и текла кровь. И последним, это он поджарил шокером свои яйца. Серьезно. Да, было такое вот. Но он был дико пьяный. Они там все были дико пьяны. Хотя нет, у него не был так пьяный. А вот Клим был пьяный. И что-то они так затянули это шоу, что ребята из Second Season, они уже устали. И они и так устали от всего этого шума, гамма. Вот. Ну, ничего, вышли, отыграли все равно. Очень круто было. И порадовало отношение к своим песням. Они... Макс, он каждую песню перед исполнением, он как бы репрезент делал. Он рассказывал, о чем песня. Он говорил, ну, типа, какой посыл песни. Даже если она на русском, он все равно объяснял. И клево было там, вот, песня на русском, песня на английском, песня на русском, песня на английском. Музыка у них классная. Я так понял, что парни вообще сочиняют все, как бы, ну, не кто-то один, а вот они прям всей командой все мутят. Клево, клево. Очень прям здорово все было. И интервью круто прошло. Мне понравилось прям. Ребята, я думал, они будут уставшие такие прям, ну, нет. Они наоборот оживились. Они, да, немножко взбодрились, оживились, и все было клево. Было дико классно. Вот, а мы отправляемся кушать печеньки с чаем. Все, друзья, мы отправляемся спать. Всем отличного настроения. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. С вами были мы. Субтитры сделал DimaTorzok